Привет, это шестая партия матча Магнуса Карлсона и Даниила Дубова. Ссылка на все партии матча в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Окей, прошлая партия, первая ничья в матче. Пока что счет матча равный, 2,5 на 2,5. Здесь у нас сицилианская защита, я пойду с ломбой 5. Более закрытые позиции с ним буду разыгрывать. Коин Ди-7. Ничего себе. Рокировка. Ну давай, давай. Посмотрим на его идейки здесь, С3. Ну, в этом варианте сицилианской защитой у меня была партия с американцем Джеффри Шонгом. Белыми фигурками мне удалось получить хорошую позицию. И вот, кстати, нужно было мне изучить этот вариант после той партии, как он мне попался. Но я, к сожалению, ничего здесь не изучил. Ах вот как, рокировку они играют. Такой ход я точно уже видел. А соперником у меня был Гири, вроде бы. Ладно, ладья Д1. Центрально подведем ладейку. Да, кстати, тем, кому не очень понятен счет, он здесь, справа надо мной. Белые цифры это те партии, которые мы играли давно. А синий это именно наш сегодняшний матч. И общий счет 2,5 на 2,5. Сейчас у нас в прямом эфире 15 тысяч человек смотрят, и у меня есть целых 2 модера, которые следят за порядком в чате. Пожелаем этим двум счастливчикам удачи. И ферзь С7. Уводит ферзя из-под рентгена ладьи на Д1. Да, если у нас будет 3 модератора на канале, то это будет для меня персональный рекорд. Так, а на ферзь С7? Конь Д2 могу пойти. Подключаем мозговую активность, может в центре что-то сделать? Может е5 напрямую долбануть? Прямо в кость, по центру. Жестко. Если конь Д5, то С4. Еще дальше давим. Ну почему бы и нет, поехали. Чуть-чуть упростим позицию. На взятие пешкой на е5 у меня позиция должна быть чуть получше. Он же уводит коня в стойло, на е8. Ну ладно, слоняткой прыгнем на е4. И ход конь е8 на самом деле выглядит немного излишним для меня. Берет на д4, забираем пешкой. Да, моего дружания Асиоса сегодня нет, поэтому мини-бар у нас полный. Да, и только сейчас выводим своего лошадя на c3. Я как раз ждал, когда поле на c3 освободится от пешки, и теперь конь развивается на самое активное поле на c3. И в общем... В общем, по ощущениям у меня в этой позиции получше. Ферзь отходит на d7, и давайте попробуем навести суету на королевском фланге. Аж 4. Конь c7. Такс. Есть вариант централизовать свою лошадку на е4. Правда, он может взять пешку на е5, и после де конь б5. Ой, извиняюсь. Ферзь б5. Ох, что эти стрелочки мои любимые. Мда... Неприятненько, что это взятие находится. Видимо, мне поточнее нужно было играть. Что ж поделать-то теперь? Да, ну просто ни на что уже не могу претендовать в этой позиции. Вот так разочарование. Закидываем коня на е4. На авось. Не могу больше думать. Хватит думать, надо действовать. Конь d5 нападает на слона на f4, нужно отводить. Правда, на g3 он будет совсем уродливым. Ну хотя бы по черной диагонали будет работать, и конь d6 где-то сможем закинуть. После взятия на е5. Так что оставим его на этой диагонали на g3. Взяли-взяли. И вот, кстати, он конем с c7 ушел на d5. И теперь ферзь b5 он уже никак не сможет пойти. Ферзь будет висеть. А это мне в копилочку. Ладья d8. Так, а мы пока что закинем коня на d6 или нет? Турборежим уже стоит подключать. На минуту у меня меньше времени. Ладно, ладья d4. И будем аннигилировать по линии d. Вторая ладья придет на d1. Старая добрая, когда без понятия чем ходить, то просто централизуйся. Также ладейка может подключиться к атаке. На g4, например, перепрыгнуть. Например, после того, как конь идет на d6, либо на f6 его можно закинуть. Ладья c8, ладья d1. А теперь полетели. Десантура высаживается на d6. Конь c8. Хочет выбить моего коня с d6. Однако этот ход я не считал хорошим. Правда, не вижу, почему. Ну ладно, признаем ошибку, возвратимся на e4. Конь b6 и конь g5. На этой стадии я уже просто начинаю швыряться фигурами. А6 напал на коня, а ну-ка ферсаж 5. Вообще все равно на лошадь. Забирает лошадя, заберем пешкой, и, видимо, ничего не проходит за меня. Я хотел кони в 6 шаг делать, но у него есть ладья c4. И теперь моя ладья не сможет прийти на h4, и он ее всегда разменяет. А вот без хода ладья c4 я должен был побеждать. Правда, это еще найти надо. Ферзь c8? Да ну. Просто конь f6 же шаг. На конь бьет f6, и меня есть взятие gf. И на ладья d4, ладья бьет d4. Все работает. Шаг на c1, ладья я просто выйду королем. А мой атакующий потенциал сохраняется на королевском фланге. Конь бьет f6 и забираем. Ладья бьет d4, возьмем. А, сначала ладья c1. Нюш, что у него все срастается. Ах, и времени нет. Ладно, король h2. Ладья бьет d1, ладья h4 есть ход. Жертвуя ладью, но мотую. Так, а ну-ка. Отдают ладью на h1, заберем. Так, ушли. Ой, на h6 идет ферзем. Ну тогда возьмем слона. Теперь напали на ладью, ладья отходит, ну а здесь забираем ферзя. Чистая победа же вроде. Слон h4, защитили проходную. И слон f6. h5, шажок и забрали на f7. И ладья f8. Конь c7, начнем подводить папашку. И победка. Король g6, f4. Две лишние пешки и выигранная позиция. Да, сдался. Ой, но в таком стиле обычно он меня должен побеждать. А не наоборот. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы не пропустить продолжение матча.